Приветствую вас. Для начала, наверное, имеет смысл вам максимально сепарироваться от своих родителей, своих родных. Вам имеет смысл максимально стать независимой от своей мамы. Возможно вам имеет смысл нажать жить отдельно, вот, и тогда уже на новых условиях, в новых условиях вы сможете обрести себя, вы сможете найти себя, вот, и в новых условиях вы сможете понять, наконец-таки, кто вы, чего вы хотите. И так далее. Сейчас, находясь в той среде, в которой вы находитесь, вам очень тяжело в силу твоей памяти. Вам очень трудно что-то исправить, вам очень трудно вести себя по-другому, вам очень тяжело вести себя адекватно, потому что вы чувствуете свою зависимость. Вот, мамы, вот, ее действий и так далее. Вот, вам необходимо обратить свое внимание на тот факт, что вы взрослый человек. Вы сами пишите, что вам 22 года, и вы уже достаточно взрослый, вы совершеннолетний, чтобы вам двигаться по жизни самой, а не оглядываясь на маму, отчима и кого-либо еще. Вот, вместе с тем, ваши мысли о том, что кто-то вам может что-либо запретить, они проистекают не из ниоткуда. А они проистекают, в общем-то, из естественного для вас желания чувствовать какие-то границы. Чувствовать какие-то личные границы, чувствовать какие-то ограничения, без которых вам тревожно, без которых вам страшно. И которые, на мой взгляд, являются именно тем основанием, по которым вы, вероятно, до сих пор живете в среде своей семьи. То есть, вот именно потребность в границах, да, именно потребность в личных границах, она и вызывает эти мысли. То есть, вы хотите, чтобы вас ограничили, вы хотите, чтобы вам выставили какие-то рамки, грубо говоря. Без рамок вы не можете. И я вас не обвиняю в этом, я не считаю, что это что-то плохое. Но вот касательно того, что вы боитесь запретов, да, это вот такой момент. Что касается того, что вы читаете что-то по психологии, я бы вам не рекомендовал читать что-то по психологии. Я не рекомендовал бы вам читать советы какие-либо психологические, по причине того, что вы на это реагируете вот так. Навязчивость ваших мыслей связана с условностью принятия себя. То есть, вы пытаетесь убедить себя, что вы достойны, вам кажется, что вы недостойны. Понятно, что повторяется здесь мысль вашей мамы, возможно, мысль вашего отчима о том, что вы никто, что вы недостойны и прочее, прочее, прочее. И связано это еще раз повторяю с тем, что вы условно себя принимаете, то есть, точнее, вы готовы себя принять только если. Только если вот что-то будет, только если вы почитаете себя настроены, только если, там, ну, вы будете хорошенько, например. Вот. Хотя, на самом деле, никакого если не существует. То есть, вы не должны никому ничего доказывать. Ни себе, ни другим людям. Но это именно то, что вы делаете. Это именно док, к чему вы стремитесь. Это именно туда, куда вы сейчас идете. Отсюда ваши проблемы. Точнее, таким образом, можно выделить тот факт, что непринятие себя, точнее, его условность, условность принятия себя, является вашей глобальной проблемой, с которой нужно работать. Ну вот. Дальше. Значит, из-за данной проблемы вытекает проблема непринятия своей мамы, проблема стремления доказать ей что-то, вот, проблема желания поменять свою маму, вот. Ну и, поскольку вы, опять же, не принимаете себя и свои потребности, то получается, что нуждаемость в близких людях, в поддержке, она происходит из того, что вам хочется, чтобы кто-то дал вам это. Кто-то, 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 не вы сами себе, а кто-то, кто-то другой. Потому что для вас это означало бы, что вы ценны, что вы важны, что вы значимы, что вы достойны. И, соответственно, это все порождает такой вот замкнутый круг, да. Когда одно утро стекает из другого, и что-то кручится, кручится там вокруг, вокруг собственной оси. Никуда не выходит. Вот. Вот. Вы говорите о том, что вы находитесь в болоте. Я с вами согласен. Это действительно похоже на болото, это правда. Вот. Вот. Но. Есть одно но. Человек почти ничего не делает просто так. И человек почти ничего не делает, если он этого не хочет. На подсознательном уровне, по крайней мере. Вот. Вы жалуетесь на маму, на свою жизнь, на то, что вас контролируют и прочее, прочее, прочее. Но вы живете в этом. Вы не выбрали, например, жить отдельно. Да, вы можете сказать, что у меня там нет денег, но вы можете пойти на работу, вы можете устроить на работу, надеть работу и иметь собственные деньги снять, снять комнату и жить отдельно. И тогда вы будете быть свободны. Вы этого не сделали. Все аргументы, которые вы можете привести в пользу того, почему вы этого не сделали, мне будет касаться только одного, что вы боитесь. Что вы боитесь по итогу, вы боитесь. Одно. Вы не готовы сейчас самостоятельно устанавливать себе некие рамки, некие границы. Самостоятельно. Нет, личные границы. Вот. И с личными границами нужно поработать, ведь это совершенно очевидно. Но вам нельзя, как я уже сказал, читать литературу. Вам нужна именно работа со специалистом. Литературу читать вам не нужно в силу того, что у вас неустойчивая психическая организация. Вот. Такая вот история. И если вы думаете, что он, задавая подобный общий вопрос, как вылезти из болота, вы думаете, что вы его решаете, что вы ошибаетесь. Потому что, задавая такой вопрос, вы самоотстраняетесь от своего опыта, приобретаемого и подтверждаемого вами вот в той среде, в которой вы находитесь. Необходимо решать проблемы более локальные, более частные, более основанные на вашем опыте, не выходя за его рамки. И тогда постепенно ваша реальность будет меняться. Вы отделите себя от своей мамы. Вы отграничите себя от нее, от улучшима, от сестры, возможно, и так далее. Мне кажется, что вот вам 22 года, вы достаточно сильно привязаны к своей семье. То есть у вас фигурирует мама, отчим, сестра, бабушка. То есть вот как у вас обстоят дела с социальными контактами. Есть ли у вас друзья, парень, собственно, учитесь ли вы, работаете ли вы. То есть вот эта вся история, все это очень хвально. Потому что зацикленность на семье, она, естественно, вас никуда не приведет. Зацикленность на семье, она, естественно, вам ничего не даст. Она, в общем-то, способна только ограничивать вас. Вот. Такая вот история. То есть с мыслями не нужно бороться. Мысли нужно принять. И попробовать увидеть, услышать, что они хотят вам сказать. Вот, к примеру, страх, что он вас ограничит. Я уже сказал, что это, да. Это потребность границ. Это потребность в рамках. Мысли обо том, что вы, там, недостойные, что вы, там, плохая, это, как бы, тоже за собой несет какую-то определенную мысль. Какую нужно разбирать. Я могу сейчас, как бы, конечно, предполагать. Но лучше будет, если в процессе консультации. Лучше будет, если в процессе беседы. Это, ну, это будет проработано, славно, да. Вот. Такая вот история. Такой, в принципе, момент Дарья. Я могу вам сказать. Да. Так. Что я забыл? Значит, так. Огрубим его. Так. Мама зависима. Вы зависимы от того. Вы зависимы от мамы. Так. Вот вы говорите, что вам надоел контроль. И на эмоции нагрубить, да. Что это за эмоции? Да. А дальше таких людей, с которыми я могла бы отвлекаться. Хоть этого нет. Вам не нужно отвлекаться. Вам нужно это менять. То есть, вы не готовы, получается, сейчас именно решать проблему. Вы хотите отвлекаться от нее. Это не в ту сторону вы движетесь. Это такая больше безответственная, инфантильная позиция, когда вы говорите, что хочу отвлечься от... В общем, отвлечься с людьми. Да. То есть, вам, опять же, нужны костыли. Костыли для реализации своих желаний. Например, вы не принимаете себя. Вы хотите, чтобы вас приняли. Вам нужны люди, которые бы вас приняли. Пожалели бы, может быть. Вот. Проблема в отношении к матрию. Прорабатывается не проблема. Проблема само собой в своих навязчивых мыслях. Психотерапия все это корректирует. Как вырваться из всего этого? Вырваться не нужно, а раскрыть значение того, что вы ощущаете, вполне себе возможно. Как вон, в случае со страком. Сейчас, я сейчас надо там читаю. Вот, что вы... Вы боитесь, что близкими что-то с это запретят. Вот. То есть, этого не надо избавляться. Из этого не надо вырываться. Это нужно раскрыть. Вот, вы боитесь? Вы боитесь. Вот. Значит, вы этого хотите. Просто в такой вот форме. А-а-а-а-а-а. Ну, зеркально, просто пополочно. Вот и всё. Мне кажется, вы боитесь свободы, то есть, кто к чему вы стремитесь, вы этого боитесь, потому что не отделяете себя от других людей. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.